Всем алоха ребятохи, с вами как обычно Ритоха и вы на канале сборище импрессионистов. На прошедшей неделе произошло много важных событий в мире игр, так что не будем тянуть и сразу же приступим. На выставке Pax East для Final Fantasy XV анонсировали очень много нового контента. Во-первых, для мультиплеерного дополнения Comrades будут добавлены новые боссы, рейды, боевые испытания. И ближе к концу этого года это самое дополнение будет выпущено отдельно от Финалки. А еще в 2019 году выйдет еще 4 сюжетных дополнения, которые расскажут об Ари Дине, Аранье, Луна Фрея и Нортисе. Но перед этим весной на ПК будет выпущен полноценный инструментарий создания модов. Выходить они будут в мастерской Стима. Кроме того, осенью появится полновесный редактор уровней. В нем можно будет создавать квесты, локации, расставлять противников и предметы, а также придумывать мини-игры, вроде Гонок на Чокоба или Гольфа. Но и это еще не все. В одиночной кампании позволят заменять модель Ноктиса на аватар по вашему выбору. Ради этого в сингл перетащат редактор персонажа из дополнения Comrades. Наконец, игрокам каждый день начнут выдавать коробок с сокровищами. Его нужно спрятать от других геймеров. Чем больше дней коробок остается ненайденным, тем выше будет его итоговая стоимость. А новая часть. Сплинтерселл до сих пор почти ничего не слышно. Но, возможно, Юбисофт готовит нас к анонсу новой части на Е3, выпуская что-то вроде дополнения для Ghost Recon Wildlands, в котором сам Фишер отправится в Боливию, где будет сотрудничать с бойцами подразделения Призрак. А также в течение года игра пополнится четырьмя спецоперациями, крупными дополнениями, каждый из которых посвящен отдельной теме. Первая DLC добавит в Wildlands новый класс для PvP-PVE-задания, тематическое оформление, а также возможность расстраивать внешность сослуживцев в PvE-режиме. Первая спецоперация выйдет 10 апреля. Для доступа к ней, кстати, потребуется приобрести сезонный пропуск второго года. Недавние слухи о готовящемся переиздании Sparrow the Dragon подтвердились. Activision решила не мучить фанатов серии и анонсировала Sparrow Regreted Trilogy. В коллекцию войдут три части игры, и выйдут они на PlayStation 4 и Xbox One 21 сентября. Insomni Games наконец-то объявила дату выхода PlayStation 4, эксклюзива Marvel's Spider-Man. Игра выйдет 7 сентября этого года. Первоначально, кстати, выход планировался в первом квартале этого года. Также было представлено коллекционное издание игры, в которое войдут три новые главы, которые выйдут после выхода игры Steelbook, Mini Artbook и фигурка Человек-паука. Субтитры создавал DimaTorzok С 10 по 30 апреля в Overwatch появится новый сюжетный режим Возмездия. Оно посвящено деятельности Blackwatch, тайного подразделения Overwatch, где служат некоторые злодеи игры. Возмездие, как и прошлогодний мятеж, это корпоративное сражение для четырех, частично напоминающее Left 4 Dead. В главных ролях будут Жнец, которого тогда еще звали Рейсом, Гэдди, Макриле и Мойра. Весь известный нам состав Blackwatch. Герои отправляются в Венецию, чтобы захватить влиятельного члена террористической группировки Коготь. Если верить свежим слухам, то Макриле и Макриле и Макриле, Макриле и Макриле закрепили права на рекламу для многих игр. Слух предоставил сайт Recreative Gaming со ссылкой на свой источник. Ранее сайт успешно предсказывал название Xbox One X и сведения о Record Division Edition. Согласно этому сайту, Майкрософт закрепила за собой право рекламировать следующие игры. Maiden NFL 19, новую Splinter Cell, Metroid Exodus, Cyberpunk 2077, Borderlands 3, Battlefield 5, WW2, Shadow of Tomb Raider, Aesom и The Elder Scrolls 6. Весьма впечатляет, не так ли? И некоторые из этих игр вполне могут показать на нынешний E3. Недавно как раз таки Майкрософт говорили, что в этом году у них будет самое большое шоу в их истории. Конечно, не стоит верить этой информации полностью, но знакомый источник дает большую долю надежды. 6 апреля также на выставке Paxist прошла конференция TLTL Games, посвященная последнему эпизоду «Ходячих мертвецов». Создатели продемонстрировали несколько интересных концепт-артов и скриншотов. Но самое интересное, это, конечно же, то, что посетителям выставки показали игровой процесс. Геймплей, так сказать. Интересно, что трансляция была в прямом эфире, и когда показывали геймплей, экран стал попросту черным. Эх, когда-то не VIP, хочется плакать. Но, к нашему счастью, одному везунчику удалось заснять и показать частичку игрового процесса нам, обычным пользователям. Субтитры создавал DimaTorzok И, как оказалось, теперь камера в игре будет свободной, а часть стычек с зомби будет на совесть игрока. Очень интересно наблюдать за развитием студии, все-таки они опять начинают подыматься и делать очень качественные игры. Взять хотя бы последнего Бэтмена, на которого мы делали обзор, кстати, посмотрите. Ну, а это все новости за прошедшую неделю. Если вам понравилось, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Ну, а я прощаюсь с вами. Всем удачи и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok